Привет! Я Дарья Позняк и сегодня мы поговорим о том, как передавать сложные ракурсы. Как передать, например, ногу или руку, которая идет на вас, сильно сокращается в ракурсе, как бы вы ее не зарисовывали, все равно получается, что она какая-то маленькая, куция, и она у вас не получается. Итак, на что нужно обратить внимание? Первое, когда вы выбираете положение модели, либо вы ходите вокруг модели, либо вы выбираете картинку, с которой будете рисовать. Попробуйте, выберите удобный, понятный для вас ракурс, потому что вот эти все ракурсные сокращения это не для начинающих. Вы, конечно же, рисуйте, если у вас так получается такое положение, но к этому нужно определенно сноровка и определенные навыки, чтобы грамотно это показывать. Поэтому, если есть возможность сейчас избегать таких положений, делайте это, чуть-чуть перемещайтесь вокруг модели, ищите выгодные для вас ракурсы. Но если все-таки попал такой момент в вашей натуре, то мы сейчас поговорим, как это решить. Любой элемент модели это форма. В основном руки, ноги, с которыми будет как раз у вас проблема, когда в модели изображаете, это цилиндры. И сейчас мы попробуем этот цилиндр зарисовать и поговорим, как как его изображать, чтобы зрителю было понятно эти перспективные сокращения, что нужно делать, а что не нужно делать. Итак, обратите внимание на ногу молодого человека, который выходит на нас. Посмотрите, пожалуйста, в основании ноги. И, наверное, немножечко легонько зарисую, потому что совсем без какого-то наброска не могу работать. Немножко. Вот, собственно, складки, ботинок. Итак, вот она нога. Вот это, собственно, нога, которая идет в сокращении. А что это за форма? Это цилиндр, который как бы смотрит на нас. Цилиндр такой немножечко трапециообразный. То есть задняя часть цилиндра, она побольше, передняя поменьше. То есть, смотрите, задняя часть цилиндра, передняя часть цилиндра. Вот так. Если, грубо говоря, это выглядит вот так. Если мы посмотрим на этот цилиндр сбоку, получится, собственно, наша нога. Вот. Получится вот так. Если мы посмотрим совсем фронтально со стороны коленки, мы увидим, скорее всего, вот так. Если вы сможете так расположиться и так увидеть, ну, примерно это будет выглядеть вот так. То есть это диаметр коленки, а это диаметр вставки, где вставляется нога уже в таз, в бедро. Итак, вот наше изображение цилиндра, как вот нога сейчас на фото изображается. Чтобы доказать это положение, первое, что не нужно делать, я буду другим цветом выделять, не нужно рисовать по силуэту. То есть именно вот эти линии, которые идут в перспективном сокращении, не нужно их рисовать. Потому что именно это мешает нам передать ракурс. Когда вы обводите и обводите по силуэту это, это нам всегда играет в минус. Что можно делать? Можно и нужно. Нужно усиливать вот эти вот ракурсы этих эллипсов, усиливать эти эллипсы. Сейчас я еще одну нарисую. Значит, вот наш задний эллипс, вот наш передний эллипс. Что я могу делать? Я могу вот эти вот ракурсы усиливать и делать на них акцент. И искать интересные формы, интересные линии, которые по ним проходят. Именно по вот этим вот эллипсам. Не та линия, которая соединяет эти два линии. Не вот эта линия. Итак, сейчас я другим цветом. Например, смотрите, я попробую вот здесь вам крупненько прорисовать. Смотрите, вот там идут складки на джинсах. Вот идет складка. Эть! Подхватилась здесь такой круглой формы как раз по нашему эллипсу. Эть! Сюда я даже могу не доводить. Здесь у меня колено. Какие-то складочки могут быть. Вот тут, кстати, тоже складки. Сюда пошла нога. Какие-то тоже складки. Тоже дальше пошла нога. Вот эти линии вот здесь я могу не соединять или соединить их как-то тонко. Но на них я не буду делать акцент. И что еще может усилить эти эллипсы, эти ракурсы? Может усилить штриховка по форме. Что такое штриховка по форме? Смотрите, если бы мы рисовали в профиль на нашем цилиндре, штриховка бы ложилась вот так. Здесь штриховка будет ложиться как бы по трубе. Как будто мы, повторяя наши эллипсы, кладем штриховку в том месте, где у нас теневая сторона. Например, на нашей снофтографии немножко как бы выражен свет вот отсюда. Вот отсюда у нас свет. Соответственно, вот эта вся половина у нас будет в тени. Здесь внизу даже вся нога будет в тени, потому что свет еще сверху. Соответственно, все, что вниз, все будет немножечко темнее. Значит, мы можем положить штриховку вот так по форме в этом месте. Но не прямо, как здесь. Не прямо, а именно кладем как вот эллипсы ложатся. Соответственно, здесь я точно так же могу ее вот так положить. Вот. А здесь я могу положить ее как бы с этой стороны, как будто бы я штрихую. Вот. Теперь вернемся, собственно, к нашей ноге и попробуем это нарисовать. Еще разок, смотрите. Значит, у нас идут складки. Здесь я как бы обвожу мышцу. Колено. 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 И дальше я кладу штрих. Штрих по форме, по форме нашего цилиндра. Тут даже я маловато как-то показала. Вот так можно положить. Вот. И еще один очень важный момент. Следите за вот этим вот силуэтом этой фигуры. Как правило, она не бывает скучной, минималистичной. То есть это, как правило, не вот так вот. Как правило, там всегда есть какие-то объемы. Есть какая-то форма, которая заходит. Есть какая-то форма, за которую заходит та форма. Есть что-то здесь, какой-то объем здесь. То есть она всегда многогранна, она всегда интересна. Чем больше интересностей в этом силуэте вы найдете и сможете их положить на этот цилиндр как бы по форме, вот как мы с вами штриховку сейчас накладывали, тем эффективней у вас получится доказать, как у вас действительно... Как у вас эта форма в объеме туда, в пространстве, как она туда уходит. Так, еще тут вторую ногу намечу. Как-то мне очень грустно от того, что у меня не доделано, не доделан рисунок. Здесь у меня вторая нога, поэтому я могу поштриховать уже в эту сторону. Все. С этой позой все. Сейчас мы еще на одной позе еще раз то же самое обсудим. Итак, смотрите, в этой позе у нас тоже есть два момента. Есть одна нога, которая выходит на нас не в таком сильном ракурсе, тем не менее она выходит. И также есть рука, которая в ракурсе с часами на нас выходит. Сейчас мы еще разочек пробежимся, как это делать. Итак, нога. Смотрите, во-первых, мы нарисуем эллипс, цилиндр нарисуем, нарисуем цилиндр, цилиндр нашей ноги. Громко говоря, вот так. Вот так ложится тень или штрих на наш цилиндр. Я немножко сразу его с изгибом нарисовала, но это не важно. Главное, не забывайте, что наша нога – это цилиндр. Итак, вот, теперь мы рисуем. Колено туда уходит. Все равно какие-то линии я должна дать, потому что совсем от куска тяжело рисовать. Так, туда уходит нога. Хотя бы вот так. Итак, вот наш один эллипс, который вставка ноги в таз. И второй эллипс или колено, или можем как бы у трубы вот это раскрытие и вот это раскрытие. И мы между ними накладываем тень. Вот мы тень положили. И теперь мы можем другим цветом усилить какие-то моменты, где-то чуть-чуть, как я говорила, чуть-чуть поработать с этим силуэтом. То есть, смотрите, вот здесь как бы закрывается туда вот этот эллипс, а вот эту линию, именно обводящую ногу, мы не будем соединять или не будем на ней акцентировать внимание. То есть, мы можем провести какие-то кусочки линии, можем завести тут какими-то складочками, например, ввести дальше. И еще раз я пройдусь по штриху, потому что он тут мне прям нужен напрашивается. Кладу штрих по форме этого цилиндра. И вторая форма, которая идет, там уже это другая форма. Я могу ее просто, чтобы она мне с этой не сливалась, поштриховать по-другому, например. Не так важно, как я это буду делать. Здесь я тоже немножечко поштрихую. Так, и продолжение этой же ноги у нас тоже в очень сильном ракурсе. Смотрите, вот досюда, то есть, получается, что нога настолько сильно сокращается, что у нее очень маленькая длина. Сейчас стопу сразу намечу. Примерно. Вот, то есть, вот она вся наша длина ноги. Чтобы, опять же, ее доказать, мы не можем делать акцент на вот этих вот линиях. Даже если мы по ним будем вести, мы все равно должны закруглить, закруглить в этот ракурс. Смотрите, окончание этой ноги, эллипс в районе щиколотки. В районе щиколотки. То есть, здесь открытие по колену, здесь эллипс, где щиколотка. Сейчас я вам вот тут рядышком нарисую этот цилиндр. Вот. Вот так он выглядит. Соответственно, если свет у нас слева сверху, значит, вот эта часть его будет в тени. Нижняя часть будет в тени. Итак, мы не можем делать прямые, скучные, коротенькие линии по силуэту и на них акцентировать, потому что это сразу все испортит. Мы можем акцентироваться на формах этих открытостей, эллипсов. И также мы можем делать интересным силуэт. Вот этот силуэт соединения этих двух эллипсов можем делать интересным. Тогда у нас будет, тогда будет объем и будет пространство. И будет ощущение, что нога туда уходит. То есть, например, я могу дать какую-то линию интересную. Но опять же нужно завернуть. Нужно обязательно завернуть чуть-чуть как бы в эллипсы. Итак, вот так вот у меня получилось. Здесь у меня идет ботинок. Вот эту дурочку я вообще могу закрасить. Шнуровка. Сейчас не наша задача, просто очень-очень хочется чего-то еще добавить. Итак, вернемся еще разок. Значит, мы не акцентируем внимание на вот этих соединяющих линиях. Соединяющих линиях двух наших эллипсов, которые показывают открытие фигуры, открытие этого цилиндра в пространстве. На их соединении мы внимание не показываем зрителя. Мы, зрители, ведем на вот эти вот открытия эллипсов. И на эти ракурсы как раз мы показываем, притягиваем его внимание штрихом, положенным по форме, а также вот этими линиями, похожими на наш эллипс. Либо прям по нему, либо какие-то похожие могут пойти складки, приближенные к этому. Или прям вставка бедра. Так, и теперь к руке. Рука – это тот же цилиндр. Вот. Немножко трапециевидный. Там вдалеке она потолще, тут она потоньше. И смотрите, рукав и складочки нам показывают как раз этот эллипс. То есть вот этот вот эллипс, вот это раскрытие – это рукавчик. Вот он, рукавчик. Вот тут складки, кофты – это другие эллипсы. Там дальше другие складки, дальше что-то пошло. А здесь, совсем вблизи, часы – это последний эллипс. Причем он такой немножко подзакрытый уже. Итак, сейчас я чуть-чуть намечу кисть. Ну, не буду тут прорисовывать, просто немножечко намечу. Итак, смотрите, мы наметили. Теперь все то же самое. Мы не обводим вот эти линии, не притягиваем к ним внимание зрителя. По крайней мере, не обводим их из цельной линии по сто раз. Наша задача – заворачивать и подчеркивать вот это вот раскрытие всеми возможными способами. Соответственно, мы берем складки вот здесь. И эту складку показываем, эти складки. Здесь по силуэту они дадут какой-то интересный рельеф. И потом, когда будет выходить рукавчик, я прям этот весь рукавчик целиком покажу. Например, вот так. Вот. Это манжет рукава, который имеет вот здесь ровные линии. Но я не тяну всю руку этими линиями, видите? Кусочек. А здесь оно переходит в другой силуэт, потому что здесь уже пошли складки. Здесь мы играем с силуэтом. Свет у нас, опять же, слева сверху. Значит, мы вот здесь можем положить штрих по форме. Вот. Дальше из этого рукава выходит рука. Рука, она уже, она тоньше, чем рукав. На сколько-то там миллиметров. И этот момент можно усилить капельку. Соответственно, рука выходит, она чуть тоньше. И я, опять же, делаю ей какой-то стараюсь немножко интересный силуэт. И тут же я ее буду уводить в эллипсы. Например, часов. У меня здесь есть часы. Часы. Часы, как бы тоже чуть толще, чем рука. То есть, вы, опять же, следите за этим силуэтом, потому что любая интересность на этом силуэте нам даст возможность передать эту ракурсность. Вот. И теперь нужно нам тут вот толщиночка часов, потому что они тоже имеют какую-то ширину. Теперь нам тоже нужно эту руку поштриховать, тоже усилив эти ракурсы. Немножечко. Может быть, я как-то тут часы передам какими-то секторами. Итак, еще разочек. Давайте. Значит, мы не ведем скучный однообразный длинный силуэт, если этот элемент сокращается от нас в ракурсе. Мы его разбиваем на какие-то кусочки. Мы ищем выразительность вот этой вот линии. И каждый кусочек этой линии пытаемся завести внутрь в какую-то форму, как бы надеть на наши эллипсы. Здесь мы одеваем его как бы, хоп, туда на часы завели, хоп, часы завели. Тут штришочком, тут хоп, на манжету завели. Здесь опять линия хоп, опять внутрь завели, опять по форме этого цилиндра положили штрихи. На этом все. С вами была Дарья Позняк. До новых встреч.